Здарова! Ты не поверишь, я уже очень-очень сегодня почему-то устал. Наверное, потому что успел поработать в Асторе, в отделе Бакалей. Я попал в шоколадный рай, то есть куча конфет, куча шоколада, куча печенья, вообще всяких сладостей. Но ты так смотришь на них, тебе их почему-то даже не хочется, наверное, потому что ты сыр. Ну, в общем, пришлось коробки покидать. И знаешь, это такая пыльная работа, я бы сказал. Приходится там попотеть, я не знаю, ребята там работают уже многие по 3-4 месяца в разные смены. Я думал, по 3-4 года. Да, по 3-4 года, нет. И они такие, знаешь, трудолюбивые какие-то лошадки, прям все кидают, делают так быстро, шустро. И вполне очень комфортно, комфортно, качественно. Короче, кстати, у меня мысли начали пропадать, теряться. То есть я начинаю говорить одно, переключаюсь на другое, вспоминаю третье. Я заметил, что я стал неэффективен вообще. То есть мне сейчас дать какую-то работу, которая требует сосредоточиться или внимания, я ее ни хрена не сделаю. Ну, а с чем это связано? Это связано, скорее всего, с тем, что просто нет сна нормального, нет свежего воздуха, потому что я сплю, у меня даже там нормальной вентиляции толком нет. Там такой запах от пластика стоит. У меня нет нормального питания, у меня постоянное количество информации на меня обрушивается, с которыми приходится как-то ее перерабатывать, куда-то выбрасывать. Потому что кучу, кучу лиц, я незнакомых вижу, кучу лиц, которые приходят ко мне, людей, с которыми я общаюсь. То есть я многим рассказываю одно и то же практически над другими словами. Я даже забываю, кому я уже что говорю, кому нет. Тот, кто бывает еще раз, я там начинаю спрашивать, и меня понесет, я начинаю говорить. Вот. С едой проблем нет, все хорошо, меня кормят, очень вкусно. Я, в принципе, так и подозревал уже, но морально тяжело. То есть вот к вечеру я уже опять себя чувствую. У меня ощущение сейчас, кстати, сколько сейчас времени? Вот. По моему ощущению сейчас 8 часов 30 минут. Сейчас 6 часов 40 минут. То есть здесь света нет, как таково, вот там видно, но там тонированные стекла, какие-то ощущения, что уже какая-то ночь. А вот на потолок посмотришь, влечение в осени. Быстрее бы уже этот день сегодня закончился, но мне еще нужно опять пойти в асторг, поработать там 3 часа, потому что я пообещал администратору магазина. Причем очень строго ругают, если ты опаздываешь. Несмотря на то, что ко мне тут журналисты приходили, я опоздал. У меня отчитались ног до головы, что я не выполнил там какие-то обязательства, вовремя не пришел, там бла-бла-бла. И, ну, конечно же, люди-то тут тоже не развлекаются, они выполняют свои нормы, рамки. У них строго все очень, очень строго все с безопасностью и строго вот с этими всякими опозданиями. И прочим. Ну, а мысль о том, мысль о том, как думаешь, о чем мысль? Правильно, мысль о том, что через 2 дня я смогу нормально залезть в свою уютную, теплую кровать, залезть в ванну. Да я, наверное, даже уеду на дачу, в баню буду, блин, там париться, как сумасшедший. И есть шашлык. И говорит, боже мой, как я рад солнцу, свежему воздуху и этим классным зеленым горам. Если, конечно, дождь не пойдет и не омрачит, это праздник жизни. То есть желания остаться еще на неделе уже нет? И уже нет. Мотивации нет здесь остаться на неделю. Выматывает морально, вымотался. То есть, если, наверное, сильно поднапрячься, то здесь и год можно прожить. То есть была бы мотивация. А я не вижу уже для себя мотивации. Я, наверное, уже получил все, что хотел для себя. И, наверное, просто, почему я здесь дальше стою, просто нужно все доводить до конца. Нужно довести до конца, подвести итоги всего этого мероприятия, чтобы потом, может быть, когда-нибудь разработать Я не один-два проект. Причем к этому проекту никто никак не готовился, сценария никого не было. То есть все на ходу рождалось и возникало. Как бы вы все видели сами в прямом эфире практически. И те, кто приходил, видел. Поэтому, если будет там проект Я не один-два, то есть это будет, может быть, что-нибудь вообще другое и экстраординарное. Там уже, я думаю, мы подойдем основательно, всей командой, все подключатся. Замудим клевый проект, и он будет коммерческим. Мы на нем еще бабок заработаем. Всем понятно вам, нет? Здесь бабок не заработали, а там заработаем. И будет нам всем хорошо, и я яхту буду. Нет, яхту не хочу. Хотя, не знаю. Ты хочешь яхту? А ты хочешь яхту? Не хочешь? А зря. То есть яхта это хорошо. Я, наверное, перепродать можно. Я, наверное, этот возьму. Не, мотоцикл тоже. Блин, я что хочу? Вот я ничего не хочу. Мне все жизнь не устраивает. Страну разве что маленькую такую, чтобы людьми управлять. Вот так обвел их на карте. Вот так вот сюда, короче. А они тебе сарай построили. А там хрюшки и мясо дают. Ну, в общем, вот, вот, говорю же, крыша едет. Тихо, шифером шурша, крыша едет в АДК. В общем, до новых включений, дорогие друзья. Стоп. Я же с тобой на ты разгорел. До новых друзей, дорогие чудья. Короче, пока тебе, чувак. Или чувиха, я не знаю. Нет, чувиха звучит плохо. Дорогой мой зритель. Тебе пока. Тебе пока. Я тебе... Нет, подожди. Я тебе лапу... Короче, пока. Давай, все, выключим.